Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Хочу предложить вам дополнительную отделку пледа лабиринт по краю. Если вам не нравится вот такой вот край, где мы много-много сшивали элементов, край нехорош, можно сделать рамочку. Я вам предлагаю сейчас вместе ее провязать, как бы вот такая финальная обработка. У нас с вами 19 элементов по длинной стороне и каждый элемент, если не брать, вот, был 15 петель, по одной петле ушло на сшивание, 13 петель у меня шло. 19 элементов на 13 петель, 247 игл мне нужно, чтобы надеть на машинку. Конечно, у меня нет такого количества игл, поэтому я делю пополам. 19 делим на 2, получаем 9,5 петель, то есть мы, вот наш плед, Если боковую часть я могу оформить единым полотном, как бы рамочку, то длинную часть я буду оформить в 2 этапа. 9 элементов на 13 петель, а 9 на 13 петель, 9 умножить на 13, 117 петель. Набираю на машинке, оформляю краешек, 9 на 13 петель, 117 петель, оформляю второй краешек. А вот эту часть, среднюю, я оформлю ее вставочкой, эскиз вы видели. И вот эти вставочки можно делать, можно не делать. Можно, на самом деле, можно провязать вот такую вертикальную длинную-длинную полосу и подшить ее, тоже будет очень красиво. Я буду делать в 2 цвета, красно-синюю и вот эту вставку зеленого цвета с белыми окантовками. Поэтому предлагаю вам сейчас взять и 9 элементов надеть на 117 петель, провязать планку и закрыть ее обычной косичкой. Вторую часть надеваем на 117 петель, провязываем планку, закрываем косичкой. И после этого оформить вставочки. Точно так же можно сделать бока. Бока, боковые части. Я могу по петельной пробе посмотреть, какое количество сантиметров. В реальности у нас получается. Умножаем на петельную пробу. Получается 152 петли. И надеваю на иглы, поперек, на машинку. 152 петли, провязываю планочки. У меня вот здесь остаются непровязанные части. Квадратик, квадратик, квадратик. Их мы провяжем зелеными элементами. То есть в отделку пустим все цвета, которые у нас участвовали при провязанной пледе. Итак, надеваю на машину полотно и провязываю вот эти вот 6 элементов по расчету. Связали все края за исключением средних деталей. Мы с вами сейчас делаем вот такую конструкцию соединительную между планками. Здесь у меня 13 игл. Мы уже посчитали, что каждый блок 13 игл, за исключением тех, которые мы соединили. То есть живых 13 петель. Я провязала зеленую частью на 9. Оставили чуть-чуть с одной стороны, чуть-чуть с другой стороны. На глазок немножко. Провязала 16 рядов точно так же, как провязаны были вот эти детали бока. Столько же рядов. И снимаю, закрыла. Все, у меня получается вот такая вот деталь с отверстиями. Мне нужно их соединить между собой. Я буду через белые проставки. Можно этого не делать, можно делать как я. 16 рядов соответствует 12 петлям. Но я беру 13 петель. 13 петля у меня ляжет вот сюда, вот на это место. И закроет кромку. Поэтому на первую петлю, на первый углу я ничего не надеваю. Я надеваю зеленую протяжку на второй углу. И первая игла у меня остается незанятой. Первая. Последняя. И заполню петельный столбик. Белая нить. Первая петля была, которую мы не надевали. Чтобы она не была пустой, делаю маньяк вид. И провязываю 4 ряда на всех иголках. И вот теперь самое интересное. Тут два варианта. Можно либо взять и срезать полотно, развернуть или сшить руками. Потому что мне нужно пришить вот эту деталь к краю синего полотна. Если я вот так надену традиционно, у нас получится внешний шов. А мне это не нужно совсем. Мне нужен шов внутренний. Поэтому тут два варианта. Либо мы срезаем, переворачиваем, надеваем одно, надеваем другое. И как бы на этом успокаиваемся. Это первый вариант. Второй вариант. Мы сейчас делаем все одним движением. Убираю нить из нити водителя. Завожу ее за вязание. То есть не перед вязанием, а туда. За колки. Если у вас колков нет, просто за иголки туда бросили. Полотно. Смотрите, чтобы ничего не слетело с игл. Аккуратно накладываю на вязание. Вот оно сверху лежит. И начинаю надевать его на иголки. Первая игла у меня пустая. На нее я ничего не надеваю. На вторую иглу петельный столбик синий. На последнюю петельный столбик красный. Все остальные равномерно распределяются таким вот образом. Не совсем видно, что мы делаем. Но старайтесь не торопиться и аккуратно. Все. Теперь истайте только закрыть. Для этого опустили язычки. Немножко опустим нить. Нить. Нить у меня как раз находится вот там за вязанием. Поэтому беру первую петлю. Снимаю ее. Вот там зацепляю. И вот сюда вывожу соединительную косичку. Стараюсь не перетягивать. Еще раз говорю, это как вариант. Вы можете так делать, вы можете так не делать. Можете вообще не делать эти проставки. Вы можете вообще не оформлять краешки. Но если вы так делаете... Просто если у вас края будут оформлены яркими какими-то цветами, плед будет более насыщенно выглядеть, если его не оставлять белым краем. И вот такими вот нарезками по краям. Тоже не очень хорошо это смотрится. Следите за петлями, потому что если вы не видите, что вы делаете за полотном, можно подчеркивать. Посмотрим. Соединили. Нить мы будем внутрь. Ну, отверстие вот этой же нитью мы и зашьем сейчас. Потому что петельный столбик у нас для этого и предназначен. Он свободен, он дает нам возможность подшить заполотно. Все. Одна вставка готова. То же самое делаю с другой стороны. 13 петель. На первую. Ничего не надеваю. Нет, нужно корректно. Не, нужно корректно. Первая пустая. На вторую надеваю. Угл. Петлю и так далее. То есть мы выполняем все то же самое. Провязываю 4 ряда. Дальше после этого загибаю полотно, надеваю за протяжку, закрываю. Все. Таким образом проставки у нас готовы. Не хватает вам полотна ни по долевой, ни по поперечной части пледа. Делите их на кусочки и через вот такие проставки вы можете оформить край на вязальной машинке. Оформляем. И сейчас переходим к уголкам. Уголки будем делать по точно такому же принципу. Осталось провязать уголки. Уголки мы с вами провяжем вот они, с закрепкой. Сейчас покажу. Делаем их мощными, плотными, крепкими. И вот так вот выглядим. Единым полотном. Сейчас прямо с вами провяжем. Вот так. У меня 13 петель. Это размер квадратика. Все на ширину полотна. Берем нашу деталь. И смотрите. Если брать такую закрепку. Деленая начинается от края красного. От края полосок. Вот она. Белая полоса накладывается наверх. Поверх вот этих вот полос отделочных, которые мы уже связали. То есть белая полоса будет начинаться где-то. Вот там 4 ряда я провязала. Ну это вот примерно вот здесь она и будет находиться. Значит вот эту часть полотна я надеваю на уголки. И надеваю. Смотрю. У меня белая полоса. Находится примерно вот здесь. Вот на этом месте будет. Поэтому разворачиваю полотно. Видите, я уголком к себе держу. Лицом и уголком к себе. Разворачиваю полотно. И вот этот ряд полностью надеваю на иголки. Вторая с него не сбится. Можно было воспользоваться способом провязывания по отдельности. Потом просто руками пришить. Тоже было бы симпатично. Вот белая нить. 4 ряда. Теперь вот этот ряд, который у меня является кромочным, надеваю тоже на эти же иглы. Ой, на эти же иглы. Таким образом у меня получается как бы подгибчик. Такой планка. На самый краешек не надо заполнить петельный столбик. Мне главное прихватить планку к петлям. Петлям. Все. Видите, я даже не знаю, не каждую планку. Не каждую петлю соединила с протяжкой. Белая нить больше не нужна. Берем зеленую. 16 рядов. У нас полноценный блок. Закрываем. У нас полноценный блок. 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 провязали с одной стороны видите прошел через белый блок у нас образец теперь мне нужно соединить через вторую проставку белую поэтому надеваю сейчас так вот изнанка к себе разворачиваю и надеваю на те же 13 игл зеленую часть за край за протяжку здесь нужно надевать либо протяжку либо узелок каждая игла должна быть занята на деле теперь берем вот у нас идет вот так вот деталь вот эту синюю часть надеваем сверху лицом к себе за самые кончики за протяжки и эту часть нам надо только соединить полотно не хватает протяжек и не надо милый нить а теперь смотрю у меня белое полотно заканчивается вот где-то здесь вот на этой петле и и надеваю на уголки то есть определите что ваши 4 либо 5 либо сколько будете провязывать рядов сколько петельных столбиков они себя представляют загнули и этот петельный столбик надеваете на иголки закрываем я закрываю моим любимым способом двойной косичкой который использую очень часто один ряд раз провязываем петлю полноценную вторую воздушную петлю ловите через все петли на снимаем загулы на тело петлю ловителя провязываем одну петлю соединительную одну воздушную такой способ прячет смену цвета и не дает резкого грубого шла так можно было сделать и по бокам на самом деле но вы видите на одном пледе я вам показала два способа соединения деталей думаю что оба будут вам полезны если вы их не знали будете пользоваться блок вязан подправить конечно все перетянуто поэтому подправляем этой же ниточкой можно подшить подправить все мы закрепили уголок еще три уголка и все и наш плед готов в таком виде мне плед нравится гораздо больше с окантовкой и после того как мы эту окантовку закончили оформили края плед лабиринт готов если он вам понравился если это видео было вам полезным вы связали себе плед и он вам нравится нажмите нравится поделитесь с друзьями подпишитесь на наш канал чтобы не пропустить следующие проекты и жду вас в нашей школе машинного вязания где мы обучаем стремитель массовой и не абсолютно любой вязальной машины с нуля ваша Наталья Некрасова оставьте вязать подпишись установлено обновлено и надпишись напишись iami Продолжение следует...